Ну вот, мы тут едем до аэропорта, хотели что-нибудь сказать. Может, Господь хочет что-то сказать через нас? Ты в эфире. Борисочка, привет! Хочешь что-нибудь? На свидании? На сердце есть. Я могу начать. Я размышлял сегодня, проходил мимо храма, и так удивительно надо видеть. Вот, даже вот прямо перед нами сейчас такое вообще творение рук человеческих. Просто сейчас показать вам. Не знаю, вы видите его или нет. Ну, это мы представляем все, что такое храмы и какие они красивые строятся. И я хочу сказать, что Господь, несмотря на всю эту красоту, Он избрал жить в других храмах. Он избрал жить в таких бледных, порой слабых храмах, земных наших с вами телах. И это удивительная вообще вещь, которая говорит о нашем Боге, о Его как бы любви, а потом, что для Него важно. И я верю, что на самом деле вот эта тайна, да, о которой говорил апостол Павел, Колоссян 1, 28, что это тайна, что Христос в нас, которая была скрыта. И я думаю, она порой даже во многих случаях скрыта еще от христиан, и что мы не видим Христа в нас, мы не видим просто, и мы не осознаем Его. Где-то думаем, что Он там, где-то там, далеко, высоко, за облаками. И это на самом деле, и наши молитвы показывают, что мы куда-то туда смотрим, а Он на самом деле внутри, и очень реален, очень живой. И Он хочет, чтобы мы переживали эту близость, и вот эту славу, надежда этой славы, она не только там в вечности, но она прямо здесь сегодня. Христос в вас и во мне. И это удивительно. Аминь. Аминь. Слава Господу. Приезжайте к нам, гости. У нас еще зима. Зимушка вот такая, бялая еще. Весна бялая, а зима еще как бы не отступает. Ну ладно, храни нас Господь. До встречи в будущем. Пока-пока.